Лаврионские рудники Лаврионские рудники лежали между Форикосом и мысом Сунион, что близ Афины. Они были богаты галенитом и снабжали Афины значительной долей серебра, нужного для чеканки монет. Для города рудники были бесценны. Именно поставляемые ими ресурсы сделали Афины одним из сильнейших государств Греции. Мы увидимся снова, когда ты осмотришь рудники, а до тех пор прощай, странница. Так как в Греции серебряных рудников было очень мало, они были крайне важны. Афины начали разрабатывать лаврионские рудники в конце 6 века до н.э., чтобы чеканить свои монеты. В 485 году до н.э. там была найдена богатая жила, и добыча резко возросла. Обилие серебра сделало Афины богатейшим городом Греции. Рудники также обеспечили возможность афининам построить флот и с его помощью одолеть персов при Соломине. Словом, лаврионские рудники сыграли важную роль в становлении Афин как сверхдержавы. Словом, лаврионские рудники. Для разработки рудников требовалось много труда. Чтобы сэкономить, город предоставлял гражданам концессию на добычу руды, которой занимались их рабы или поденные рабочие. Только в 5 веке до н.э. на лаврионских рудниках трудилось от 10 до 30 тысяч человек. Совместными усилиями они добывали около 20 тонн серебра в год. Афин с бэзэйп Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Просохшая руда была готова к выплавке. Таким способом из породы извлекали серебро. Для этого руду помещали в конические печи на древесном угле. Температуру контролировали, раздувая огонь мехами. Руда плавилась, испуская ядовитый дым, который уходил через трубу. Получившийся серебряный сплав, от которого отделяли шлак, ждал последний этап обогащения. Купеляция. С ее помощью из серебра удаляли остатки свинца. Сплав клали в купель, сделанную из впитывающего материала – костной золы. Сосуд помещали в печь. Зола поглощала свинец, и оставалось только серебро. Сосуд помещали в печь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лаврион Когда лаврионские рудники принадлежали Афинам, власти города часто сдавали их в аренду гражданам на срок от трех до десяти лет. Добыча серебра ложилась на плечи их рабов и нищих поденщиков. Из-за опасных условий труда работники жили недолго. Они умирали максимум через пять лет. В туннелях им приходилось дышать пылью, а снаружи – ядовитыми парами свинца. Тем не менее, их хорошо кормили, и они продолжали трудиться. Совокупно на рудниках добывали 20 тонн серебра в год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь, рудники тебе понравились. Мы часто говорим о величии Афины. Но забываем, что своей мощью город обязан тяжкому труду, который многим людям стоил жизни. Что ж, чем займемся теперь? Чудесно, приступим. Какой этап обогащения руды был последним? Руду промывали почти сразу после выемки. Это один из ранних этапов. Еще раз. Да, в процессе купеляции от серебра отделялись остатки свинца. Теперь второй вопрос. Где рабочие брали воду для промывки руды? Да, рабочие собирали дождевую воду в резервуарах. И последний вопрос. Где победили Афины благодаря рудникам? Серебро рудников позволило Афинянам построить флот для битвы при Соломине. Ты многое здесь узнала, странница. Поздравляю тебя. До встречи, странница. Удачи на твоем пути. Афина. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok